Всем привет! В этом видео мы рассмотрим новый аттракцион. Появилось новое событие в августе на тропическом атолле. Называется Звездопад. Вот, появляется каждый час с 15 по 20 минуту, с 35 по 40, с 55 по 0 минуте. Будем мы собирать вот такой баф. Вот, получается он слева сверху у нас. Сейчас у нас это событие появится. Наша задача сейчас будут с неба падать звездочки, появляться. И нам нужно как можно быстрее и больше забрать их за 3 минуты. А, за 5 минут. Вот у нас появилось событие Звездопада. Сейчас будут падать звезды и нам нужно их собирать. Желательно взять какой-нибудь маунт, который перемещается быстро на планер. Вот, мы собираем звездочки. Максимум можно их собрать 100 штук. Вот, у меня 50 собрано, я все их не потратил. Также тут есть 2 ачивки. Получается, за событие надо собрать 100 штук. Вот эти звездочки. И появятся еще такие большие звездочки. И от них будут отлетать маленькие звездочки. И надо собрать там 25 штук. Это 2 ачивки, получается. Событие идет уже до 5 минут, как я сказал. Нам нужно как можно быстрее их собрать. Они пропадают. Также появляются на их месте новые. Поэтому желательно, как падают новые звездочки, их собирать. Старые, если вы не успеваете их собрать, они просто пропадают. Вот, у нас появилась большая звездочка. С нее отлетают такие маленькие. Сюда мы подходим и пытаемся ловить вот эти искорки, которые падают с большой звездочки. Встаем вот в эти маленькие кругляшки. Ну, можно тут выпить, кстати, банку на шок, чтобы быстрее перемещаться, так сказать. Потому что на ачивку вот тут ачивка, это надо 25 за раз собрать. Пока вот эта звездочка активна. А 100 штук это надо собрать, получается, по всей карте просто. Вот, все, большая звездочка пропала. Сейчас мы собираем опять маленькие вот эти звездочки. У меня, как видите, на ачивку не получилось собрать. Так мне надо просто 25 штук вот с этих больших звездочек маленькие собирать. Ну, на первую ачивку, в принципе, легко собрать. А тут просто надо по всей карте в течение пяти минут просто 100 штук собрать. Или 50, точно, не помню. Сейчас я вам скажу. Да, 100 штук. Так. Так, вот появилась большая. Мы вовремя появились. Она обычно появляется... Сейчас я покажу, в каких местах они появляются. Но тут рандомно, на самом деле. Бывает вот в этих же местах, бывает в других. Вот эти большие звездочки появляться. В принципе, желательно карту поставить вот таким образом, чтобы вы видели, что появлялись вот эти кругляшки, куда надо вставать. Когда будут падать звездочки. Потому что если камеру не в то положение поставить, невинно вот эти места, где будут падать. Соответственно, вот эти искры. Так, у меня особо не получилось собрать 25 штук. Так. Ну, у меня 100 стаков. То есть максимум можно 100 стаков собрать только и все. И больше, соответственно... Больше нельзя собирать. Соответственно, максимум они длятся сутки. За сутки вы должны использовать стаки. Если вы не собираете, ну, нельзя потратить. Они спадут. И вам придется заново события. Вот этот задопад проходить, чтобы накопить эти стаки. Соответственно, за эти стаки вы можете... Выполнять задания и дополнительно к ракушкам вы будете получать еще одну звездочку. Одна звездочка равно 10 стаков вот этих, которых вы набрали на новом событии Звездопад. Ну, в общем, допустим, чтобы потратить звездочки. Вы, соответственно, идете на какое-нибудь задание. Допустим, у нас есть задание двоеборья. А также не забывайте и заюзать лотерейные билетики. Если прокает задание, соответствующая дата, допустим, на двоеборье, то вы получаете ни одну звездочку за задание от ей. Потому что у вас, допустим, билетик на это задание. Вот, допустим, у нас тут появляется в задании звездочка. Если у вас звездочек, баф, вот этих стаков звездочек не будет, то вы ничего не получите. У вас не будет тут звездочки. Соответственно, у меня звездочки есть. Вы тут получите за это задание одну звездочку. Сейчас попытаемся, конечно, под билетик. У меня четыре билетика есть. Вот так. Сейчас посмотрим. Так, ничего. Мне просто отдали ракушки. Понятно. Сейчас посмотрим еще. Опять. Что-то не везет мне как-то. Дали билетик. Что за прикол? Это у меня перерос такое, что задание не дает. О, ловиться жемчуга. Вот, соответственно, у меня есть задание. Ловиться жемчуга. Сейчас сюда подойдем. И нам будут давать, вот, дверь, две звездочки, места. Ну и, соответственно, и ракушки, и подарок ракушек, соответственно, как обычно, больше нам дается. Это тоже не забывайте делать. Также еще можно, в принципе, как звездочки быстро нафармить, это выполнить вот эти соответствующие задания. 5 аттракционов выполнить и 15 любых там. Вот, вы получите тут 5 звездочек и тут 5. В принципе, еще есть лайфхак, у кого есть переродки тоже выполнить, допустим, на основе, пойти на переродков. И так тоже быстро можно звездочки нафармить. Что у нас там добавилось? Здесь это, получается, добавился только питомец. Это медуза вот такая. Тут надо всего лишь 300 звездочек и 2200 ракушек. В принципе, больше ничего такого нового не добавилось из ассортимента. В принципе, на этом все. Надеюсь, было это видео полезным. Вот такой у нас получился новый аттракцион «Жездопад». В принципе, ничего сложного нет в этом аттракционе просто собирать звездочки и все. Так что, всем спасибо. Всем пока. Ждите дальше видео. Всем удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!